Это проект Смотри Хабаровск в студии Олеся Куприна. Футбольная медиалига в Хабаровске. Кто играет? Кто смотрит? Сейчас все расскажем. У нас в гостях президент Дальневосточной медиалиги Данил Григорьев и продюсер той же лиги Ярослав Родинский. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот уже два вопроса, как только я поздоровалась, я задала. Кто играет? Что это вообще такое медиалига? Данил. Медиалига это соревнования бизнесменов, блогеров и спортсменов. Причем спортсменов, которые представляют различные виды спорта. У нас есть и каратисты, есть футболисты, хоккеисты. Поэтому это достаточно разнообразное с точки зрения подбора игроков мероприятие. Когда я впервые услышала словосочетание медиалига на известном канале Матч ТВ у наших коллег, я подумала, что медиалига это, наверное, медиалица. Соответственно, ведущие, актеры, стендаперы, наверное, кто-то такой там должен играть. Такие люди у вас тоже есть? У нас есть целая команда ведущих. Она называется «Добрый вечер». Все самые известные ребята с микрофонами представлены именно в ней. Но у нас философия немножечко другая. Если мы говорим про медиалигу западную, то там, да, мы говорим о том, что там есть звезды шоу-бизнеса, очень известные ребята со всех самых крутых каналов. То, когда мы создавали дальневосточную медиалигу, мы прежде всего подразумевали возможность медийной персоны не давать сумасшедший контент или не иметь сумасшедшее количество подписчиков в социальных сетях. Главное просто быть интересным зрителю, то есть уметь держать себя на камеру, говорить, смеяться, шутить и все, что с этим связано. Вот и поэтому я сейчас раскрою секрет. Я человек, у которого не очень много подписчиков, всего несколько тысяч, тоже попала в команду. Вот мы с Ярославом в одной команде, она называется Ногомяч. Да, Алиса, и ты в этой команде именно потому, что ты медийная личность нашего города. То есть мне повезло, можно сказать, по блату попала. Да, я могу еще рассказать медийных людей, кто в нашей команде. Да, конечно. Но не только, может быть, в команде Ногомяч, а в целом, вот можно, наверное, перечислить знаменитости города. Да, у нас и Дарья Усик, и Антон Келди, которого вы все знаете, и Валентина Олексенко, и Наталья Будникова, и многие другие блогеры, то есть с подписчиками около 50-100 тысяч подписчиков они есть в нашей лиге. Ник Пранкс, если знаете. А, но есть и действительно люди, у которых не очень много подписчиков, такие как я и кто может быть еще поменьше. Да, конечно. Но эти люди тоже интересны, и часто они вовлечены в жизнь команд. Они привлекают аудиторию и своих немногочисленных подписчиков в роли болельщиков. Например, в это воскресенье у нас прошел первый тур, и, как показал стадион «Искра» на набережной, ну, пустых мест просто не было. Пришло большое количество болельщиков, и мы сейчас, Данил сейчас думает, как бы еще рассадить людей. Интерес огромный. Я так понимаю, что как раз вот эта приставка «Медиа», она и предполагает то, что действие, вот этот спорт будет зрелищным. Да, и приставка «Медиа» заставляет нас как можно дальше уйти от привычного всем болельщикам процесса проведения игры. У нас команды, которые забивают гол, полным составом выбегают, чтобы поздравить своего героя. У нас дети бегут с флагами к камерам. У нас болельщики находятся в непосредственной близости от футбольного поля, и в любой момент каждый может выскочить. Вчера просто все занимали места, какие только могли. И лежали, и стояли, и у забора сидели. То есть, действительно, вчера был настоящий ажиотаж, было очень много людей. Помимо того, что нас очень много людей еще в соцсетях наблюдало, но офлайн-аудиторию мы получили вчера просто грандиозную. Так вы, получается, еще и как настоящий футбольный клуб, у вас тут трансляции? Это первое, с чего мы начали. Медиа-лига без хорошей картинки – это ерунда. Мы сотрудничаем с компанией «Панорама», которая снимает все самые крупные спортивные события. У которых невероятные награды на российском уровне. Которые, да, лучшая региональная телевизионная компания. Или как правильно сказать. Компания, освещающая спортивные события. И первый контракт, который мы заключили в рамках медиалиги, был как раз с ними. Поэтому качество нашей картинки, а мы снимаем в 7 камер, у нас есть комментатор, повторы. У нас организована система видеоповторов, в которые судьи могут обратиться к ним прям по ходу игры. И вчера уже было несколько случаев, когда действительно это сработало, и все сказали так же, как и вы сейчас. Вау! Мы получаем обратную связь со всех регионов. Из Москвы, от коллег, которые первые организовали медиалигу. И все очень довольны, все очень удивлены тем качеством картинки, которую мы на сегодняшний день имеем. Я, насколько понимаю, еще большая такая отличительная черта медиалиги от каких-то других футбольных лиг в том, что участники, им не обязательно классно играть в футбол, и не обязательно, чтобы это была именно мужская команда. То есть там миксуется это все с женщиной, потому что я ведь все-таки, Ярослав, с вами в одной команде, да? И мы как-то друг друга дополняем. Да, дело в том, что правила медиалиги, они отличаются от стандартного футбола. То есть кроме того, что у нас есть парни, назовем их так, профики, это профессиональные футболисты. Они тоже имеют право быть в команде? Да, но их количество лимитировано. То есть всего лишь 4 человека, профессиональных футболистов, участвуют в каждой команде. А профики – это те, кто сейчас играет в высшей лиге Хабаровска, либо в первой команде Хабаровска и Приморского края. А считаются ли те персоны, которые, например, недавно завершили профессиональную свою деятельность, вот профиками? Два года должно пройти с момента окончания их профессионального контракта для того, чтобы они не считались профиками. Теперь по девочкам. Да, они тоже есть в командах, причем это девушки, которые играют профессионально, но они идут не в зачет профессионалов. И девушки-любители, они тоже в командах есть. Их выпускают на поле как полноценных участников? Конечно, да, да. Вчера выходили девушки. То есть никакого сексизма? Абсолютно. Вчера одна из футболисток команды «Добрый вечер» получила изрядно от мальчиков. У вас еще и драки, получается, как и во всех футбольных историях. Скажем так, это элемент шоу. Да, то есть это все несерьезно. Ребята, если что-то затевает, они потом жмут друг другу руки. То есть это все же идет на каком-то таком добром вайбе. То есть такая театральщина некая или что это? Ну, слегка. Но это не специально, потому что эмоции в начале всех вот этих небольших конфликтов, они настоящие. А что насчет заработка? Зарабатывают ли что-то клубы? Как вообще это происходит? Кто спонсирует? Что касается клубов, то, во-первых, хочу сказать, что участие для клубов в медиалиге бесплатно. Никаких взносов, никаких конвертов или еще чего-то. Все команды, которые участвуют сегодня в медиалиге, получили приглашение. То есть мы не выбирали, мы не ждали заявок. Мы просто предложили самым единым персонам, которых мы сели и посчитали нужным пригласить, мы их пригласили. Что касается бюджетов команд, бюджеты команд для участия в медиалиге, они достаточно немаленькие. Связаны с тем, что по требованию нам необходимо два комплекта формы, обязательно наличие СММ-специалистов для того, чтобы команды, ведь все же мы играем в медиалиге, чтобы они создавали контент, который будет интересен зрителям. А это, несомненно, тоже большие затраты. И в этом смысле командам есть, что предложить своим потенциальным спонсорам. Учитывая, что мы создаваем медиалигу, создаем контент, который будет постоянно в социальных сетях, это первое. А второе, трансляции, которые ведутся регулярно, и любой рекламодатель, потенциальный спонсор команды имеет возможность заключить такой контракт. То есть, возможно, в скором будущем за клубы еще и будут бороться спонсоры? Уже сейчас это происходит, и ведь у команд очень много мест на футболках и на шортах, где они могут разместить рекламу любой компании, которая захотят, которая к ним придет и предложит свое сотрудничество. И судя по тем титульным спонсорам, которых на сегодня имеют команды, интерес у предпринимателей достаточно велик. Что касается бюджета Лиги, то на сегодняшний день Лига финансируется за счет средств инвесторов, ее президента и вице-президента. И на сегодняшний день Лига не намерена размениваться на маленькие контракты, предполагая, что лучше маленькие рекламодатели будут работать с командами. В наших интересах работать с крупным партнером долгосрочным, с которым мы можем заканчивать первый сезон и уже смело идти во второй. Правильно я понимаю, что спортсмены, участники могут зарабатывать? Конечно, могут. Все зависит от амбиции руководителей команд, в которых они играют. И не секрет, что когда готовились и у Ярослава в команде была такая история, что вроде с футболистом уже договорились и ударили по рукам, как тут пришел денежный мешок. Не буду говорить, с какой командой. И эту историю перевернул неожиданно. Как мы вчера увидели, этот денежный мешок не помог команде выигрывать. Но тем не менее, она считается самой титулованной по игрокам, тренеру. Это страсти наши медийные, и вокруг этого идут очень интересные разговоры, на этом строится какой-то контент. Я уверен, что человек, о котором мы говорим, он понял, о котором мы говорим, и не будет за нас на это обижаться. То есть скандалы, интриги, расследования – это про вашу лигу? Но все должно быть в меру. Все должно быть в меру, мы это четко понимаем. В шуточном формате. Каждый прекрасно понимает, кто он, что он и что от него ждут. Поэтому мы на берегу договорились с ребятами о том, что да, мы будем шутить друг о друге. Это нормально. Мы будем устраивать конкурсы друг с другом. Но мы никогда не перейдем грань, которая бы как-то поставила, во-первых, под сомнение нашу порядочность, во-вторых, какие-то межличностные отношения. А Дальневосточная медиалига, соответственно, не только Хабаровск участвует, какие еще города? В первом сезоне мы пригласили команду из Владивостока, именно для того, чтобы соответствовать статусу Дальневосточной медийной лиги, а не местечковой Хабаровской медиалиги. Это как раз команда «Штурм»? Да, команда «Штурм Владивосток» – ребята достаточно интересные. Помимо того, что они снимают своеобразный контент, который нравится зрителям, они имеют детскую академию в Приморском крае и также тренируют детей-сирот. То есть, ну, это команда с солидным бэкграундом, не только профессиональным, но и социальным, поэтому мы очень рады, что они присоединились к нам. А вот такое словосочетание сказали. Первый сезон. Вот когда он стартовал и когда будет второй? Первый сезон стартовал вчера, 4 июня. 4 июня официально? Да, официально стартовал. Мы сыграли три игры турнирных, и одну игру мы сыграли товарищескую. Как раз команда «Нагомяч», которую представляет Ярослав, сыграла против команды футбольный клуб «Арс». Это самая путешествующая медийная команда страны. Они представляют город Москву. Они специально прилетели для того, чтобы принять участие в открытии. Это очень интересные ребята. Это был их уже 25-й выезд по стране. А что вообще планируется ли у нас выезды в Москву? Потому что медиалига, как я уже говорила, мы все о ней, ну не все, наверное, но кое-кто слышал о ней, то, что происходит в Москве. Будем ли мы взаимодействовать? Мы связаны вообще? Мы – это легальная франшиза Московской медиалиги. В этом сомнений нет. На нашей презентации, которую мы организовывали, мы показывали зрителям обращение президента медиалиги Николая Осипова. Он нас поддерживает всем, чем может, и словом, и делом, и советами ценными. Да, разумеется, отвечая на ваш вопрос, мы едем в Москву. Победитель нашего сезона едет играть с московскими медийными командами. Об этом мы сразу же сообщили командам. И я думаю, что для большинства из них это и есть цель их участия в медиалиге. Все хотят в Москву. Главная мотивация – это победить здесь и поехать в Москву и победить там. Ярослав, вы сказали, что правила игры несколько отличаются. Вот давайте нюансы какие-то пометим. Можно ли друг друга, если там девчонки играют, за волосы таскать? Ну нет, конечно, до такого трэша мы не дойдем, но есть особенности, которые отличаются. Запретные есть пункты? Есть моменты, которые разрешающие, во-первых. Во-вторых, они делают этот контент, продукт, который мы создаем, более привлекательным. Например, правило красного мяча. То есть команда, когда у нее есть возможность взять один раз за игру красный мяч, забив которым гол считается за два. Да, у команды есть право на удаление игрока одного на 10 минут, если не ошибаюсь. Один раз за турнир. Один раз за турнир. То есть, соответственно, мы, выходя на команду с очень сильным именитым игроком города, пусть он про это уже знает, мы просто первым делом сразу его удалим. Команду противника это злит, но такое правило. То есть это в регламенте прописано, это разрешено. Вот, челлендж, да, у нас есть правило про аналог вара. Когда идет спорный момент в штрафной, возможно, пенальти, рука, либо нарушение, все это можно посмотреть на повторе. То есть этого в обычном футболе, в региональном, нет. Ну, при этом, что еще можно добавить, что мы не ограничиваем наших судей в возможности смотреть повторы. И это тоже отличие от большого футбола, привычного нам. Если судья засомневался по какой-то причине, он всегда может подойти к монитору, запросить у режиссера тот или иной повтор и сам посмотреть для того, чтобы убедиться. Поэтому челлендж на повтор редко кто из команд берет, потому что судья и сам понимает, какая ситуация требует дополнительного просмотра. И еще, Ярослав, ты забыл сказать о возможности пробить пенальти. У каждой команды есть возможность в любой момент один раз за турнир пробить пенальти. Просто захотелось и пошли забили. Да, то есть, условно говоря, если ты уже взял бонусный мяч, да, и еще взял пенальти, то это стопроцентовые два гола, два очка. Но при этом, если ты, взяв бонусный мяч, сам пропустил свои ворота, ты тоже пропустил два, а не один. Кстати, про это правило вчера команды забыли про пенальти. Никто же не брал? Никто не брал. Да, забыли. Все-таки меня интересуют запрещенные моменты. За что можно получить красную карточку, например? Ну, я думаю, что красную карточку, да, можно получить либо за грубую игру, либо за неспортивное поведение. Это обычные истории, которые, в принципе, мы взяли из обычного футбола, но других причин, по которым можно удалить игрока с игры, ну, вряд ли они какие-то можно получить. Да, про неспортивное поведение мы отдельно акцентируем, потому что у нас идет прямая трансляция, у нас очень много операторов ходят по бровке возле команд, и мы стараемся контролировать количество матов, унициализированной лексики, чтобы это было интересно смотреть и взрослым, и детям. Вообще, одна у нас из целей такая социальная популяризация футбола в целом, потому что то молодое поколение, которое сейчас подрастает, они воспитаны на видеоконтенте, на соцсетях, и им намного ближе такой формат спорта, чем традиционный. Вот, то есть, хотелось бы еще рассказать официальным организаторам турниров футбольных, что мы никаким образом не конкурирующая структура, мы популяризируем спорт, и в частности с футболом. Мы веселье ради, можно сказать, наверное. Да, но у этих мальчишек появляется мечта уже с детства начать заниматься футболом, потому что вот, пожалуйста, есть примеры, у нас есть там дворовая команда из ребят со двора, которые показывают на своем собственном примере, что они могут забивать, выигрывать и покорять в дальнейшем столицу. И вчера выдали просто феерический матч, что я же горло сорвал. Да. А вот мы здесь сейчас видим, какие команды представлены. Это все? Семь команд. Семь команд. А есть ли возможность дозаявиться? Нет. В первом сезоне нет. В первом сезоне нет, да, но мы уже получаем заявки от команд на участие во втором сезоне. Все хотят. Может быть, мы здесь с телеканалом Хабаровск соберемся, и я перейду в другой клуб? Ну, это только за огромные деньги, вы же понимаете, Алис. Да. Было бы неплохо. То есть более 20 тысяч рублей. Ну, то есть, смотрите, вопрос мой в чем? Не только про деньги, конечно же. Вопрос в чем? Если, например, какая-то организация, например, телеканал Хабаровск, соберется команда и захочет попасть в вашу лигу, что нам делать? У них с медийностью не будет проблем? Да. Я думаю, они найдут 2-3 ведущих, и у них есть очень крутая поддержка социальная и видео. Вам нужно будет прийти, подать заявку, в первую очередь, наверное, Данилу, теперь вы его знаете лично. Это можно сделать через сайт? Вот какие ресурсы? Можно сделать через сайт, соцсети. Мы открыты для общения. И лично. Да. Город Хабаровск не такой большой, то есть все знают, кто занимается медиалигой на Дальнем Востоке, то есть, пожалуйста, контакты легко найти. Вот. Да, Данил уже сказал, что заявок на второй сезон очень большое количество, причем из других городов. Очень большой. Это сколько? Ну... Больше, чем сейчас команд мы имеем в первом сезоне. Да. Это другие города. Это Комсомольск, Биробиджан, Благовещенск, Солоди Востока, Больше. Южно-Сахалинск. Да. Но это, наверное, желанные участники, потому что хочется расширять, наверное, географию. Несомненно. В нашем идеальном плане это иметь дивизионы в каждом регионе. И тогда мы сможем спокойно играть дивизион Хабаровск, дивизион Благовещенск, дивизион Южно-Сахалинск. И проводить суперфинал в любом из городов, который мы выберем. Но, конечно же, хочется, чтобы это был Хабаровск. Объясню почему. Потому что, как мне кажется, может быть, со мной кто-то поспорит, что мы выбрали для места проведения соревнований самое идеальное место. Да. У нас очень крутой стадион, искра на набережной. Мне кажется, что картинка обалденная, место намоленное с точки зрения спорта. И люди к нам идут, и проходят мимо, остаются. И вчера был такой смешной момент. Один мужчина выходил, а его ждала его супруга на улице за стадионом. И она ему говорит, что там происходит, что там за футбол? Он ей говорит, там предприниматели блогеров разделывают. Да. Вот как это называется. В двух словах, что такое футбольная медиалига. Но не будем забывать, что профессиональных спортсменов там тоже хватает. И они тоже сейчас заинтересованы играть в медиалиге, а не в своих привычных турнирах. И завершаем нашу беседу, хотя, конечно, мы можем с вами продолжать еще долго. Когда завершится первый сезон? То есть это будет происходить в течение всего лета? То есть какие планы? Когда нам в следующий раз идти, за кого болеть? Где это все узнавать? Каждую субботу, начиная со следующей, мы будем проводить игры в Хабаровске на стадионе «Искра» на набережной стадиона имени Ленина. 5 августа мы проведем финал, в котором определится наш чемпион. Поэтому ждем болельщиков и ждем их не только на стадионе, ждем их в наших социальных сетях. Если у кого-то по какой-то причине не получается лично присутствовать, пожалуйста, сейчас нет никакой проблемы. Можно в любой точке мира открыто наблюдать за медиалигой. Спасибо вам большое, что пришли, что вообще организовали это действие на Дальнем Востоке и что развиваете футбол. Спасибо вам большое. Спасибо, Алиса. У нас в гостях были Данил Григорьев, президент Дальневосточной медиалиги, и Ярослав Родинский, продюсер Дальневосточной медиалиги. А это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили. Все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте. Я, Алиса Куприна, прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова